Свободная экономическая зона Байсунфарм в Сурхандаринской области. Сегодня здесь в сотрудничестве с иностранными партнерами реализуется ряд проектов. Эффективное использование флору байсуна плюс адаптация зарубежных лекарственных растений к местным условиям позволяют расширить масштаб обеспечения внутреннего рынка. И на экспорт намерения серьезные. Об этом Дельфуза Мадаминова. До сегодняшнего дня отечественные производственные фарм-предприятия на рынках 15 зарубежных стран реализовали 237 лекарственных средств и 9 наименований медицинских изделий, относящихся к 25 фармакотерапевтическим группам. Налажена регулярная экспортная деятельность. Так, в январе-мая текущего года сумма экспорта составила 15 миллионов 100 тысяч долларов. Приоритетной задачей является выращивание импортозамещающих лекарственных растений. В регионе, к примеру, выращивают такие редкие растения, как куркума, которая весьма полезна при лечении онкологических заболеваний, или тмин. Он, в свою очередь, обладает противоинфекционными и антимикробными свойствами. Это лекарственное растение использовалось еще во времена нашего предка и бензины для лечения многих болезней. Из него можно производить масло, а если засушить и измельчить, можно пить в качестве чая. Помогает от сахарного диабета. Планируем получить урожай в размере 5-6 тонн. В этом году семена мы оставим себе, а остальное экспортируем. Одна из крупнейших производственных линий свободной экономической зоны — это предприятие «Байсун Лана». Проект стоимостью 1 миллион долларов имеет решающее значение для региона и фармацевтической промышленности. Отметим, что природный климат Байсунского района благоприятно влияет на развитие животноводства. Данный завод по переработке шерсти, который начнет работать в августе этого года, будет производить ланолиновое масло, которое нашло свое применение в медицине и косметологии. На начальном этапе здесь будут трудоустроены 20 человек, а затем еще 22. Данное оборудование, которое вы видите, уникально для стран Центральной Азии и не только. Здесь предусмотрен полный цикл производства. С помощью этой установки можно получить такой важный для фарминдустрии ланолин. Эта субстанция является основой для многих кремов мази. В год можно переработать тысячу тонн овечьей шерсти и есть возможность получить 700 тонн субстанции ланолин. В будущем еще реализуем косвенных с данным производством 3-4 проекта. Сатвендер Синг, генеральный директор узбекско-индийского совместного предприятия «Новафарм», также запускает дополнительные мощности для дальнейшего расширения географии экспорта своей продукции. Узбекистан, Кхошечка, мы собственные свои лекарства произвели на травовую сторону, потому что байсун, непогода очень экологически чистая. И я это даже как из Индии могу признать, что это чистее, чем Индия тоже, потому что там такой экологический нечистый, который есть в байсун, по многим причинам.